МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной работает оператор Валерий Шикунов. И начнем с телезрительских фотографий на печальную тему Эх, дороги. На сей раз Эх, дороги в микрорайоне Запруд. Вот фотографии от Аллы Карабаненко. Конкретно вот эта снежная каша снята на улицах Исхакова и журналиста Дементьева. Впрочем, сообщение из Запруда море, картинка все та же, а адреса разные. Это и Стольниково, и Народное, и Февральское, и Завьялово. В общем, Запруд и Эх, дороги. Печальная печаль. Жителям дома номер 10 по улице Василия Соломина несказанно повезло. Буквально в нескольких шагах от их дома есть сразу парочка магазинов, где можно купить отличный и очень нужный аксессуар, причем сравнительно недорого. О, каска защитная. Спросите, зачем? А потому что вот без этой штуки в этом дворе делать нечего. Вы посмотрите на крышу. Вот эти глыбы весят, ну, как минимум не один десяток килограммов и очень опасно нависают ровненько над самым подъездом. Причем, судя по кускам льда, валяющимся рядом, снег и лед отсюда с крыши по Соломина 10 уже сходил. И это, что характерно, еще только самое начало истории про этот дом. Если у подъезда каска нужна для того, чтобы спастись от падающего с крыши льда и снега, то у торцевой стены каска тоже нужна, но по другой причине. Штукатурка, камни, куски стеновых блоков. Домик старый, и стена потихонечку осыпается. Ее даже замазывали. Но вот, пожалуйста, здесь лежит опять куча битого камня, а это значит, что стена продолжает осыпаться. Оно, конечно, сквозная дыра. Летом в стене гораздо менее неприятно, чем зимой. Летом даже вот как-то вентиляция радует. Но, согласитесь, вообще бардак творится с домом номер 10 по улице Василия Соломина. Как можно жить так, когда у тебя разваливаются стены, и страшно ходить по двору? Если на Василия Соломина 10 главный и нужный аксессуар – это защитная каска, то на контейнерной площадке для мусора по адресу улицы Тургенева, 9, самая нужная вещь – это либо прищепка, либо хотя бы ватные тампоны в ноздри. Вы даже не представляете себе, друзья, какое здесь благорастворение, выражаясь старинным языком, попросту воняет просто омерзительно. И это, заметьте, сегодня, когда день достаточно прохладный. Вы представляете себе, как вот это будет благоухать, когда потеплеет? Контейнер есть, но мусора в нем и вокруг существенно больше, чем эта здоровенная железная банка способна в себя вместить. Впрочем, выяснилось, что причина не в нерадении коммунальщиков. Они-то как раз готовы приехать и забрать мусор. Но не получается у них это сделать. Трактора здесь вообще всю зиму никто не видел. Дорога не чищена. Последний КАМАЗ, который подходил сюда, он застрял. Просто-напросто не смог подъехать, забрать мусор. Вот, пожалуйста, картина печальная. Вот, ну вот. Я считаю, что проблема в тракторе. Дороги у нас не чищены. Ну и, конечно же, не оставим у вас без позитивных телезрических кадров дня. Буквально на днях моя коллега Анна Водоватова говорила, вот совсем-совсем скоро будут фотографии бабочек на снегу. И, пожалуйста, вот фото от Дмитрия Мухединова. Правда, не на снегу бабочка доверчиво присела ребенку на варежку. Но все равно вот она симпатяга. Весна – это такое время, когда мы ждем тепла. И вот фотоснимок от Елены Голевой с заголовком. Серьезное потепление. Плюс 82 действительно серьезней некуда. И на этой жизнеутверждающей ноте Игорь Гиндис и Валерий Шикунов заканчивают свое сегодняшнее дежурство. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете. И обязательно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Впереди выходные. Проведите их, как всегда, интересно, позитивно и насыщенно. Ну а на сегодня это все, друзья. Спасибо. Удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин